Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы читаем предпоследний псалом Бога Духновенной Псалтири, это 150-й псалом, который в своем надписании по греческой септуагенте имеет слово «Аллилуйя», также по-церковно-славянски и также по-еврейски. И мы читаем начало этого псалма, это слова «Хвалите Бога во святых Его». Псалом небольшой, всего шесть стихов. Что значит «Хвалите Бога во святых Его»? По Феодориту и Златоусту это означает следующее. Взирая на святых, прославляйте Бога виновника их святости. Как я часто объясняю, луна не является источником света, она отражает свет солнца и только в той мере, в какой он на нее падает, поэтому есть разные фазы луны, так и святость воспринимается людьми в той мере от Бога, в какой мере свет божественной святости проник в их жизнь. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его на тверде силы Его. По-славянски, во утверждение силы Его имеется в виду, где пребывают горние силы, то есть ангелы, как бы скрывающиеся за видимой твердею. Это объяснение Златоуста. Хвалите Его на тверде силы Его, как бы за твердею небесной. Вот эти силы небесные, ангельские чины, прославляют Бога, восхваляя Его. Хвалите Его по силе, на силах, то есть смысл один – за чудеса и могущества, всюду проявляемые им. Это объяснение Златоуста. Хвалите Его по силе, за чудеса и могущества, проявляемые повсюду. Его хвалите, Его по чрезмерному величию Его. Он один достоин такой хвалы, Господь. Хвалите Его голосом трубы, то есть громко, как Давид восклицает. Пойте Богу громко с восклицаниями. Хвалите Его на псалтыре и гуслях, то есть на разных инструментах. Хвалите Его на тимпане и хором, то есть сначала говорится о струнных инструментах, псалтырь и гусли, теперь бряцающий инструмент, тимпан, теперь призыв хвалить Его хором. Хвалите Его на струнах и органе. Орган – это как бы образ всех инструментов, в их общем сочетании некого оркестра, но и это указание на духовые инструменты. Хвалите Его на кимпвалах – это бряцающий инструмент, доброгласных. Хвалите Его на кимпвалах громогласных. Всякое дыхание дохвалит Господа. О чем все это? Это о разных псалмах. Это именно о разных псалмах. Разных типах псалмов, которые с Божьей помощью мы изучали. Хвалите Бога во святых Его – это личное откровение Давида о себе, откровение других святых людей, которые мы находим в псалтыре. Хвалите Его на тверде силы Его – это когда в псалтыре Бог прославляется через могущество природы, через снег, бурю, огонь, ветер и так далее. Хвалите Его по силе, то есть по могуществу чудес Его. Хвалите Его по чрезмерному величию Его – это тоже тип псалмов. Хвалите Его глазом трубным – это хвалитные псалмы, аллилуарные псалмы. Хвалите Его на псалтыре и гуслих – есть конкретные псалмы, где указано, что на псалтыре и гуслих их надо исполнять. Хвалите Его на темпанах и хорам – эти псалмы тоже указаны. Хвалите Его на струнах и органе – эти псалмы тоже указаны. Хвалите Его на кимбалах доброгласных. И эти инструменты тоже указаны, эти кимвалы доброгласные, то есть это гимн псалтири, это свидетельство о разных типах псалмов, которыми мы прославляем Бога. Всякое дыхание дохвалит Господа. Что значит «всякое дыхание»? В понимании Златоуста это приглашение к песнопению всякого возраста людей, старцев, мужей, юношей, отроков, жен, всех жителей вселенных. Вот это означает «всякое дыхание дохвалит Господа». Псалтирь как бы начинается возвещением блаженства людям праведным, а заканчивается приглашением прославлять Господа, которое обращено ко всему созданному Богом, миру, и видимому, и невидимому, и ангельскому, и человеческому. Ангельскому, который скрывается за твердью силы Его, и всему миру человеческому, всякого возраста, всякого сословия, всякого достатка, всякое дыхание дохвалит Господа. Таким образом, как бы подводится итог всей псалтирии. Псалтирь как бы оканчивается этим псалмом, но в христианской традиции есть еще и 151-й псалом. Это как бы дань псалмопевцу Давиду, из уст которого и зашли основные псалмы, основные словословия этой удивительной книги, книги восхваления, как она называется по-еврейски, «Сефер тагелим», «Псалтири», как она называется в христианской традиции. Давайте посмотрим, как это будет звучать с еврейского. Восхвалите Господа, восхвалите Бога в Его святыне, восхвалите Его на своде мощи Его, восхвалите Его в геройствах, восхвалите Его по Его величию, восхвалите Его с трублением в рог, восхвалите Его с лютней и лирую, восхвалите Его с тимпаном и танцем, восхвалите Его со струнами и свирелью, восхвалите Его с кимвалами слышными, восхвалите Его с кимвалами гулкими, всякая душа да восхвалит Господа, восхвалите Господа! Аллилуйя! Продолжение следует...